Коротко скажем, кто такой этот Шарей, это такой, я бы сказал, уголовник, вот это будет правильное слово назвать, потому что его неправильно представлять каким-то политическим деятелем, общественным, блогером, это не все его качества. Его суть – это криминальное поведение, которое сутью его является использующая политику в качестве инструмента для обогащения, для благополучия и не более того. Это человек абсолютно безидейный, с моей точки зрения, человек, который ему вот так в жизни повернулось, чтобы он мог, используя политическую ситуацию в Украине, уехать в Европейский Союз и с помощью Литвы, обманув ее органы, превратиться в политическую беженцу. Так бывает, так бывает, это не вина Литвы. Литва – демократическое государство, правовое, которое, в общем, не обязано настолько серьезно разбираться с бэкграундом подобного рода людей. Оно доверяет документальным подкрепленным позициям. Это произошло с Литвой. Вот это была самая чудовищная ошибка, что она приняла этого человека. Он не перестал заниматься всякого рода криминальными способами обогащения, используя для этого любые предоставляющиеся возможности. Такой возможностью и стала Москва. Кремль, который начал свою государственную кампанию против Украины с целью захвата Украины, с целью того, чтобы прекратить украинскую суверенитет и государственность. В данном случае Шария интересовала только деньги в этой истории. Только деньги. И поэтому для него не было проблемой стать госизменником по отношению к своей родине, по отношению к Украине. Он это и сделал. Он за деньги, собственно говоря, занимался деятельностью не только публичной информационной, как блогер, но и политической деятельностью. Он создал целую партию, которая сейчас запрещена в Украине. Вот это очень важно понимать, потому что все сводят его к его статусу медиаэксперта, журналиста, блогера. Человек без образования, человек, толком не работавший в штате существенных изданий. Последнее было только обозреватель украинский. Действительно серьезное издание, которое о нем все опубликовало, кем он там был. Но тем не менее, он еще, помимо прочего, почему создал эту партию. Потому что это был заказ из Кремля. Вот литовские органы власти, по моему глубокому убеждению, все это знали. Через какое-то время. После того, как предоставили ему убежище, они были осведомлены полностью о его деятельности. Эту информацию, как минимум, с 2014 года им предоставляли украинские правоохранительные органы, спецслужбы, предоставляли Литве эту информацию. И Литва даже взялась проверять не раз его статус и обоснованность ему этого статуса выдачу в качестве политического беженства. Ну, соответственно, вид на жительство в Евросоюзе и так далее, и так далее. И я убежден глубоко, оно раз за разом убеждалось в справедливости этих претензий к нему со стороны украинских правоохранительных органов. Каждый раз они знали, что это действительно так и есть. Но в силу бюрократических, отдельных политических причин, все сходило с рук. Именно поэтому он покинул Литву семь лет назад. Семь лет назад. Он не был в Литве семь лет. Это очень продолжительный срок. Ну, около шесть с половиной, семь. И это уже формальное было достаточное основание для того, чтобы еще тогда лишить его статуса беженства. Потому что не предполагает литовское законодательство, как и в принципе европейские регулятивные нормы, возможности человека покинуть место своего убежища на такой продолжительный срок и переместиться в другую страну Евросоюза. Несмотря на то, что это единая юридическая территория. Обращение мои, как и других, не только мои, такого рода людей с требованием рассмотреть этот вопрос о законности этого статуса. Рассмотрение вопросов о совершении преступлений. Не просто каких-то там высказываний, работы в блоге с украинофобскими заявлениями. Это вопрос Украины. Она возбудила все дела в отношении этого персонажа. Он совершал преступления на территории Литвы и за ее пределами используя литовский статус беженца и ВНЖ и все вытекающие из этого. Он, собственно говоря, прикрываясь этим статусом резидентством в Литве, при том, что не проживая там, получал средства от Москвы, из Москвы, от своих кураторов, которые платили ему за его деятельность, платили деньги. Эти деньги направлялись на его счета. Я думаю, что и на счета в Литве. И я уверен, что департамент безопасности Литвы, который, кстати сказать, в основании решения его этого статуса, положил свой вывод о том, что он представляет угрозу национальной безопасности Литвы. Он же не случайно так это сделал. Ну, это же не умозрительно за его блоги и так далее. Нет, он прекрасно знает, откуда поступали деньги, за что поступали деньги и на что они тратились. Эти деньги поступали со счета Райфайзенбанка в России в размере 650 тысяч евро, которые зафиксированы. И подобное криминальное проважение, ну, то есть уголовное дело возбуждено в Украине за получение этих средств. Это часть обвинения по госизмене за то, что делал Шарий. В том числе не только выступал в своем блоге на Ютьюбе, на видеохостинге Ютьюб, но и за создание партии и все из нее вытекающее. Это формирование агентской базы в Украине, которые тут вплоть до того, что во время войны занимались корректировкой огня российских артиллерий и авиаций по объектам в Украине. То есть это была шпионская партия, если так ее можно назвать. Именно поэтому она запрещена, а не потому, что она исповедовала какую-то не ту идеологию. Не в этом речь. Это второй вопрос. Шарий получал за эти деньги, он на эти деньги купил в Испании недвижимое имущество в Тарагоне. Он купил дом, у него есть апартаменты. То есть это деньги, которые можно потрогать. Это не какие-то абстрактные деньги, которых мы не видим. Да нет же, это средства, которые он получил именно за эту деньги, а не за какую-то другую. Получил их из Москвы, из России. Он не заплатил налоги в Литве, что он должен был сделать, поскольку это формальная сторона вопроса. Он получил доход, он не заплатил. Он отмывал эти деньги, потому что эти деньги были получены за другое от известных лиц, определенно из близких к администрации президента России. Это доверенные лица, которые передавали ему эти средства. И потратил их соответствующим образом, отмывая эти деньги, легализовав в виде недвижимого имущества. Я обращался с этими заявлениями в Генеральную прокуратуру Литвы. Генеральная прокуратура Литвы один раз мне отказала в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на то, что здесь они не усматривают при недостаточности собранных мною материалов оснований для возбуждения уголовного дела. Повторно мы обратились к моим адвокатам Палиусом Маркевичесом. И результаты я не знаю. Я точно знаю, что Генеральная прокуратура Литвы не озаботилась тем, чтобы обратиться в Департамент безопасности Литвы, к украинским органам, той же Генеральной прокуратурой, с которой она сотрудничает между двумя странами, два уполномоченных органа, с тем, чтобы получить дополнительную информацию, для того, чтобы конкретно по этому делу, я сейчас даже не говорю про госизмену, про все остальное, получить какие-то материалы, которые бы дали основания для возбуждения уголовного дела, для вызова этого лица из Испании в Литву для допроса, чтобы было бы правильно, мне кажется. Генеральная прокуратура Литвы,